Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предупреждаю вас, как и прежде, предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследует. Плот же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распили плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Замечательный текст, друзья. Это Слово Божие. В 2015 году ученые двух университетов в Калифорнии и Майами сделали интересный эксперимент, исследование. На протяжении десяти недель трём разным группам людей они дали небольшое задание – каждый день вести дневник. Первая группа должна была записывать о всём том, что их раздражало на протяжении дня. От самых мелочей до глобальных событий. Я думаю, что мы все можем вести такой дневник, правда? Вторая группа должна была писать каждый день о том, за что они благодарны и что было приятно для них от самых незначительных до самых больших событий дня. Я думаю, что мы тоже можем вести такой дневник. Третья группа должна была писать каждый день о том, что происходило в их жизни без какой-либо смысловой оценки или эмоциональной окраски. И это мы можем делать. После десяти недель все три группы прошли определённый психологический и физиологический тест. Как вы, наверное, догадываетесь, что группа, я назвал их «благодарственников», была на высоте. Это наиболее оптимистичная. Меньше всего переживали физических болезней. В этой группе отсутствовала депрессивность, почти была на нуле. Был хороший сон, общий настрой, хорошая диета. Жизнь была полна энтузиазма. Много других интересных наблюдений сделали учёные. Если у вас будет желание, вы можете сами почитать эту статью. Но это всё статистика. Статистика – это дело относительное. Меня больше всего привлекла в этой истории та часть, которая касается задания, заданной программы или когнитивно-психологического направления этого эксперимента, которое было дано всем трём группам. Каждая из них была дана определённая цель, была дана определённая идея, которая определила их движение души, их психологический настрой, их взгляды, их оценку жизни, которую они проходили в тот день. Это определило их интерпретацию происходящих в их жизни событий, даже направленность дня. Представьте, каждое утро эти три группы людей просыпались, и у них было простое задание. Одна группа должна была найти, что их радует больше всего, за что они благодарны. Вторая группа имела перед собой цель найти всё то, что их раздражает. И третья группа – просто писать то, что случилось. Вот именно эта часть меня привлекает больше всего в истории. Им была задана цель, и это определило их день. И вторую, и первую неделю, точно так десятую. Программа, которая движет наш разум, и чувство, и волю определит наше поведение, не так ли? Цель, которую мы ставим в начале нашего дня, эта цель, на самом деле, может быть достигнута только тогда, когда она действительно глубоко внутри является заданной программой души. Это происходит с нами постоянно. Каждое утро, в каждой ситуации что-то заводит нас, что-то движет нашим сердцем, что-то приводит в движение нашего внутреннего человека, что-то включает нас и побуждает нас к определенной реакции, действию, словам. Даже людей, которых называют «заводил», их что-то заводит. Правильно? Они не просто заводят других, но их что-то заводит. Они просто так сами не заводятся. Так вот, в сравнении со всеми миллиардами идей, которые могут завести наш разум, Писание, как Божье откровение, друзья, претендует и должно занимать самое авторитетное место в нашем разуме и эксклюзивную роль в определении нашего поведения. Оно задает божественную программу, курс и цель в каждой ситуации для того, чтобы менялся наш образ мышления и затем, чтобы менялся образ нашей жизни. Как Лютер говорил, где голова в порядке, там и вся жизнь в порядке. Так вот, наш текст, он пронизан божественным, авторитетным повелением «Поступайте по духу». Наш текст имеет главную идею «Поступайте по духу», «Живите по духу», «Под влиянием Духа Святого». Это повеление является той нитью, на которой держится не только наш отрывок и не только вся пятая глава, если вы внимательно читаете. Вся пятая глава именно об этом, а все послание Галатам, и я даже больше хотел бы сказать, вся наша христианская жизнь и ее успех держится на этой очень важной и заданной программе. «Поступайте по духу». Один из комментаторов отметил, что в этом отрывке, после того, когда апостол Павел говорит, «Я имею в виду вот что» или «I mean this», или «Я говорю», апостол Павел раскрывает секрет «Успешной христианской жизни». «Secret of Christian Living». Курс христианской жизни задан этим великим, божественным повелением каждому христианину. Поступайте по духу. Это древний призыв. Ему две тысячи лет. Но это призыв, друзья, к духовному росту, преображению. Это призыв к духовному пробуждению. Это призыв сегодня для современных христиан актуален так же, как и две тысячи лет назад. Призыв к духовному обновлению. Призыв к духовному изменению в образ Христа. Это призыв к святости. Это призыв к святой жизни. Тем, которые уже святые. Этот призыв сегодня для каждого из нас. Призыв к святой жизни. Писание, кстати, пропитано этим призывом многими разными яркими терминами и фразами. Мы можем найти в Писании очень много разных фраз, которые говорят об одном и том же, только разными словами. Только послушайте их. «Возрастайте в благодати». Это тот же самый призыв. «Ходите в обновленной жизни». Римлянам 6 глава. Тот же призыв. «Укрепляйся в благочестии». 1 Тимофей. Или «упражняйся в благочестии». «Припаяшьте чресла ума вашего». Это тот же самый призыв. «Будьте святы», говорит апостол Петр. Это тот же призыв. «Совлекитесь и облекитесь». Это тот же призыв. «Как вы приняли его, так и ходите в нем». Это тот же призыв. «Совершайте святыню» или «освящение», лучше было бы сказать. «Совершайте святыню в страхе Божьем». 2 Коринфянам 7 глава. Другими словами, речь идет о духовном росте, речь идет о призыве к святой жизни. И Библия призывает, друзья, к этому неоднократно, вновь и вновь. Почему? Потому что мы можем забывать об этом и потому что мы можем слишком быстро успокаиваться. Особенно, когда мы слышим о благодати, которая прощает нам все грехи. Возможно, кому-то это сегодня покажется скучная, банальная или неактуальная тема. Нам бы поговорить, как справляться с той ситуацией, с этой ситуацией, как улучшать ту ситуацию или себя, или сердце. Но я очень согласен с Кевин Де Янг, который в книге своей «Дыра в нашей святости» говорит вот что. «Вот что меня беспокоит. Мы уделяем много внимания тому, от чего нас спас Христос. И это хорошо. Но слишком мало думаем о том, для чего Он это сделал. Чтобы мы были святыми». Одна из причин, как говорит Он в этой книге, одна из причин, по которой Церковь не стремится к святости, заключается в том, что в ней много людей, нерожденных свыше. Нерожденных свыше святость не интересует. Она может быть где-то на задворках их сознания. Они иногда о ней подумывают. Но нерожденный свыше не радуется, не ищет. Его не влечет. Он не любит святость Божию. Он слышит о ней. Он думает иногда о ней. Но она ему скучная. Она его не радует. Она его не освобождает. Много людей, которых сегодня не интересует небо, где обитает святость. И только по этой причине. Много людей, которые не понимают важности великого поручения, суть которого – делать учеников и дать им возможность или научить их исполнять все. Все, то есть быть святыми. Возможно, вы раньше не размышляли или мало размышляли о том, или думали больше всего, как Бог вас спас. Или о том, что нам надо сделать, чтобы спасти. Или о том, когда вы были спасены. Но задаемся мы достаточно часто вопросом, почему Он нас спас? Почему Он нас спас? Бог спас нас, друзья, чтобы мы могли быть святыми и отображать Его святость везде. В самых маленьких мелочах нашей души и нашей жизни. Я вам скажу вот, друзья, миру сегодня не нужны крутые, навороченные, популярные, модные христиане. Миру сегодня не нужны люди, у которых все схвачено и все есть. Миру сегодня нужны, друзья, святые, смиренные, сильные и счастливые в Боге люди. Я хочу еще раз это повторить. Миру сегодня не нужны крутые, навороченные, популярные, у которых все схвачено в жизни. Миру сегодня нужны святые, смиренные, сильные и счастливые в Боге люди. Их зовут христиане. Я хотел бы, чтобы в этом тексте мы сегодня посмотрели на четыре истины, и которые помогут нам быть святыми. Бог нас сделал святыми. И в этом тексте Он говорит, будьте теми, кем вы уже стали, или становитесь теми, кем вы уже стали. Это парадокс. Но нам нужно посмотреть на четыре истины, которые помогут нам понять суть духовного преобразования, которому призывает нас сегодня святых в Иисусе Христе, которых призывает нас сегодня Господь. и в котором Он призывает нас участвовать ежедневно, радостно и усердно. Я хотел бы отметить четыре этих истины сегодня. Они, я уверен, помогут вам, потому что они помогают мне. Здесь не все сказано о том, что означает поступать по духу, но четыре истины я хотел бы, чтобы вы унесли сегодня домой в свою жизнь, друзья. они очень важны. Первое. Главное препятствие духовного роста – наша плоть. Главным препятствием нашего духовного роста – это наша плоть. У христианина есть очень много разных врагов, которые будут мешать ему возрастать и будут пытаться остановить его духовный прогресс. Классическая книга «Путешествие Пилигрима» показывает очень ярко, что христианская жизнь – это не прогулка, это не просто поездка в воскресенье на собрание. Христианская жизнь – это не просто духовное призабание, это не рутинное похождение в церковь или духовные миссионерские побеги. Но целеустремленный Богом заданный курс, который требует нашего усилия ответственной ежедневной прилежности и радости. И в нашем отрывке апостол Павел помогает нам увидеть, что главной помехой нашему духовному росту является, во-первых, не обстоятельства и трудности, хотя они, несомненно, будут в жизни христианина. Они будут либо стимулировать нас к святой жизни, либо тормозить наш прогресс. Во-вторых, апостол Павел здесь не говорит о том, что мир со своими обманчивыми прелестями и культурой тоже является самой главной помехой, хотя он будет пытаться все сделать для того, чтобы меня и вас сразить или искусить и соблазнить, и заставить нас жить, или каким-то образом «condition us», каким-то образом помочь нам в кавычках жить, как он, равняться с тем, что мы видим вокруг. Мир будет это пытаться делать. Апостол Павел говорит, не это самое главное. В-третьих, это даже не сам дьявол, он здесь не говорит о дьяволе. В этом тексте, говоря, ходите по духу, поступайте по духу, он не говорит ничего о дьяволе, и это должно нас удивить. Почему? Потому что не дьявол является самым главным врагом, хотя он очень хитрый, он очень коварный, злой и сильный. И все будет делать для того, чтобы обольстить нас своими ложными представлениями о Боге, как он это сделал с Адамом и Евой в раю. Очень интересно, что когда вы читаете в контексте или пойдете немножко выше, вы можете увидеть, что апостол Павел говорит, что даже не люди и их несовершенство, провалы, ошибки, грехи против нас, критика, недоброжелательность или что-то еще, даже не те, которые враждебно относятся к нам и готовы нас съесть, не являются нашими главными врагами. Он об этом, кстати, чуть выше говорит, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. И апостол Павел здесь намекает на то, что люди иногда ведут друг с другом как звери. Он говорит, и это не самое главное, наш враг. Посмотрите, мы с вами поговорили, апостол Павел не говорит здесь об обстоятельствах и трудностях, он не говорит о мире, он не говорит о дьяволе, он не говорит о людях, которые окружают нас. Мы же тоже люди. Кто-то думает о нас, мы же думаем, мы окружаем кого-то, и кто-то окружает нас. Самой большой помехой нашему личному духовному росту и прогрессу является наша плоть. является наша плоть. Посмотрите на этот текст еще раз и посмотрите, как часто о ней говорит апостол Павел. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. И мы чуть-чуть пропустим, пойдем вперед, ибо дела плоти известны, а не суть, прелюбодеяние и так далее. И затем 24 стих он опять говорит, он как будто бы не отпускает этого врага. Он говорит, я хочу, чтобы вы поняли, ваш враг не люди, не обстоятельства, не трудности, не болезни, не потери работы, не сам дьявол, даже не мир. Плоть. Это наш ветхий человек, греховная природа, остатки которой еще в каждом из нас есть. Это иногда называется первородным грехом, это иногда называется плотью, это наш естественный человек без Христа. Это могут стать, знаете, плоть имеет очень интеллектуальную хорошую сторону, то есть способности интеллектуальные, эмоциональные и так далее. Плоть очень много может о себе мнить и представлять себе. Плоть – это наш ветхий человек, который мы унаследовали от Адама. Мы видим здесь очень важный момент. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, плоть имеет вожделение или плоть имеет желание, сильное, доминирующее желание. Плоть желает противного Духу, то есть она противится постоянно Духу Святому. Плоть производит определенные дела и затем в конце мы видим 24 стих, но те, которые Христовы распяли плод свойствами, конец должен прийти этой плоти. Когда вы посмотрите, друзья, я хотел бы обратить на ваше внимание, плоть характеризуется здесь несколькими коварными действиями в нашем тексте. Я хочу еще раз на них обратить внимание. Первое – это претензия. Я назову четыре здесь очень коварных действия. Претензия. Слово вожделения и желания в принципе по сути являются претензией. Претензия – это собелюбивое, самоцентричное притязание на обладание кем или чем-нибудь, добиваться, требовать признания, расположения, справедливости, послушания, уважения, согласия со мной. Это выражено в терминах вожделения и желания. Эпитумия – очень известный термин для нас всех, мы уже много раз слышали об этом, означает не просто желание, а доминирующее, необычное, сильное, бесконтрольное желание, которое мы уже не управляем, но управляет нами. часто переводится как похоть или аппетит, который уводит человека в сторону. Апостол Павел в Ефесянам 2,3 говорит, «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Очень просто. Смотрите, плоть страстно желает быть в центре. Это обман, который был посеян в разум Евы, затем Адама, и мы унаследовали это. Плоть желает всегда быть в центре, она ищет быть в центре, претендует на первенство, на центральность, на видимость, на главенство. Она хочет быть Богом с маленькой буквы. В мире происходит сегодня чемпионат, друзья, по первенству по плоти, по первенству плоти, в котором участвуют почти 8 миллиардов людей сегодня. Все борются за первенство. Одни из популярных книг сегодня, как Корнеги делал, «Как быть первым? Как выиграть? Спор. Как спорить и победить? Мир помогает нам в этом всем, но плоть является его союзником, союзником дьявола. И этот грех, желание быть в центре, желание быть заметным, желание получить, желание иметь, желание иметь все, что только возможно, что видят мои глаза, и требовать это от других людей, использовать их для этого, этого требует плоть. Это претензия, это опасное коварное действие, чем занята плоть сегодня и в моем сердце, и в вашем. Александр Солженицын в самом начале своей книги «Архипелаг ГУЛАГ» отмечает интересную мысль. Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Каждый из нас центр Вселенной, и мироздание раскалывается, когда вам шипят, вы арестованы. Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых существ. Это правда. мы это можем иногда скрывать, мы иногда это можем действительно побеждать, но этот наше «я», как мячик из воды, выбулькивает и постоянно хочет быть в центре. И апостол Павел говорит, это и есть самая главная беда, это и есть самое главное бедствие, это и есть самое главное препятствие, потому что плоть постоянно претендует на первенство, на главенство. почему мы обижаемся, почему мы горькие, почему мы проходим разное уныние и депрессия у нас начинает, потому что плоть наша не смогла быть на первом месте, кто-то был первее. И в этом чемпионате, друзья, участвуем все мы. Второе, что он говорит об этой плоти, он говорит, она постоянно противится, и он говорит здесь о конфликте, о войне, который мы находим в сердце каждого верующего, и, кстати, очень важно для нас отметить, у неверующих людей нет этого конфликта, они просто идут на поводу своей похоти, они идут на поводу своего я, что хочу, то делаю. У верующего человека появляется новое начало, у верующего человека появляется новая природа, и эта новая природа, Дух Божий и плоть, они постоянно противоречат друг другу, они противятся друг другу, ибо плоть желает противного Духу, говорит апостол Павел, а Дух желает, страстно желает, это то же самое слово похотливо хотеть чего-то, а Дух хочет противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Плоть и Дух, два непримиримых врага, они постоянно выступают друг против друга, другими словами, они объявляют войну друг против друга в каждой ситуации, в каждой ситуации мы хотим сделать либо одно, либо другое, и эти два начала, они там есть в нашей душе, плоть никогда не хочет подчиниться Духу, и Дух никогда не будет содействовать плоти, никогда. Она может найти даже временное перемирие, на какой-то компромисс пойти, но затем в самый сложный момент плоть предаст, потому что она союзник дьявола, который живет внутри каждого человека. Плоть всегда противится Духу, Ветхий человек, естественно, природа никогда не будет способна соглашаться или жить по Духу. У нее есть очень профессиональные хитрости. Либо открыто, либо тайно стремится к самоугождению, к самовозвышению, к самопродвижению и так далее. И ее цель не дать нам делать то, что мы хотели бы делать как христиане. Посмотрите, как он здесь говорит в 16 стихе, в 17 вернее, «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». В ESV, в английском переводе, очень точно переведено, там написано «to keep you from doing the things you want to do». Плоть хочет, чтобы христианин перестал делать то, что он хочет делать внутри, глубоко внутри в своем сердце. Плоть до последнего вздоха будет противиться всему, что предполагает общение с Богом, потому что общение с Ним душит ее Божьим присутствием. Плоть будет противиться нашей молитве. Плоть будет противиться того, чтобы мы были в собрании вместе со святыми. Плоть будет все делать для того, чтобы оставили мы Слово Божие, чтобы мы не поступали свято. Плоть будет противиться малейшему проявлению святости или желанию святости, которое появится у нас благодаря присутствию Духа. Она будет делать все, чтобы нас остановить. И в этой борьбе она будет использовать? Вашу занятость, вашу работу, ваши слабости, тиранию срочных дел, приоритеты, перекладывание на потом и так далее. Плоть будет все использовать, она очень хитрая, будет все использовать, чтобы вы перестали быть с Богом, чтобы вы не поступали, как Он говорит. Этого конфликта нет у неверующих людей. У верующих Он есть. И это, друзья, помогает нам. Нам нужно понять, кто наш враг. Не люди, которые нам, возможно, делают что-то плохое. Несложные ситуации. Наш враг внутри. Наш враг внутри ходит вместе с нами. Но плод не останавливается на этом, она порабощает. Мы видим в этом известном списке, ибо дела плоти известны. И мы читаем 17 разных проявлений плоти. Почему апостол Павел это делает, друзья? Он приводит этот мерзкий список для того, чтобы мы увидели, что дела плоти – это результат тяжелой внутренней работы, результат процесса внутреннего порабощения грехом. И он происходит постепенно. Посмотрите, прелюбодеяние в этом тексте. Прелюбодеяние. Оно не происходит в один момент. Прелюбодеяние происходит очень медленно, шаг за шагом. Выстраиваются пути, выстраиваются ходы, выстраиваются разные моменты. Человек думает об этом, он размышляет об этом. И он постепенно становится порабощенным, когда это приходит в его жизнь, и он это делает. Когда человек оказался в этом, на это были годы, возможно, как он шел к этому. Или она. Или вы возьмите здесь идолопоклонство, это рабство, служение разным идолам. В то время это были действительно языческие идолы. Сегодня это может быть любой идол. Идол одобрения, контроля, репутации, успеха, знаний, удовольствия. Что бы это ни был, ложный путь спасения, на который мы уповаем, идолопоклонство. Чтобы заниматься идолопоклонством, нужно очень думать, друзья. Когда я переживаю момент, допустим, моя плоть переживает момент, ее не уважают. Она же очень много думает об этом. А вот меня не уважили, у меня это не сделали, и это не сделали. Плоть очень много думает. И этой своей думалкой порабощение происходит. Внутри происходит порабощение, когда человек становится рабом той или иной идеи, мысли. Возьмите вражду. Или враждебность. Враждебность сама по себе не может держаться, если она не будет питаться ложными мыслями. Подумайте об этом. Какие-то сложные, напряженные отношения, они сами по себе не смогут так долго быть. Их нужно постоянно питать. Нужно человеку говорить в своем сердце, вот он, вот он, вот она, вот он, вот он, вот она. Зачем? Чтобы враждебность питать, нужно работать, очень много работать, друзья. Другими словами, что он говорит? Чтобы согрешить, это не происходит внезапно. Зачастую это происходит очень долго и очень томительно. Человек думает об этом, чтобы согрешить. Иакова 1,14 приоткрывает нам занависть и показывает нам, что происходит за кулисами. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Пять уровней здесь обольщения. Смотрите, первое – искушение. Это когда разум отключается от истины. Разум отключается от истины, и он начинает идти за ложью. Он подумал ложь. Эта ложь начинает увлекать. Увлечение, когда мысли и желания, и чувства соглашаются идти вместе. Мысль долго не будет существовать без чувств. Каждая мысль, она произведет какое-то чувство. Когда это чувство положительное или какое-то радостное, оно соединяется вместе и происходит увлечение. Мысль – увлечение. Увлечение. Зачатие происходит, когда воля перестает противиться греху. Внутри, здесь, между ушами происходит зачатие. Происходит ложная мысль. которая обещает какое-то удовольствие. Это ложная мысль. Вместе сопряжена с чувством. И это чувство, возможно, в памяти было, ты помнишь, или когда это было, было радостно, было хорошо. Мысль и чувство вместе рождаются зачатие или внутри происходит зачатие. И затем, смотрите, что происходит. Когда воля подчиняется, им происходит рождение, то есть действие. Мысль постоянно будет рождать, она будет в оболочке чувств. Когда мысли и чувства соединились вместе, обязательно проявится воля. Вот просто как делать правильно и без чувств, это не всегда будет работать, друзья. Почему это важно? Это важно и в отношении греха, и в отношении святости. Мысли, чувства, воля. Когда воля подчиняется мыслям и чувствам, начинается рождение. Роды. Происходят роды. Человек делает грех. Это действия, слова, реакция и так далее. И последнее. Порабощение души грехом. После греха человек никогда не чувствует себя радостно и легко. Никогда. Человек, который грешит, даже не верующий, когда грешит, он знает в глубине души. До тех пор, пока его совесть не станет черствой. Он знает в глубине души. Ему плохо. Это смерть. Это ад. И апостол Павел говорит об этом, друзья, чтобы мы увидели. Плоть, она претендует на первенство. Плоть постоянно противится духу. Плоть постоянно будет порабощать нас и хочет нас сделать рабами, чтобы мы не делали то, что нужно, и начали делать то, что не нужно. Но еще одна очень интересная вещь. Я знаю это из собственного опыта. И слышу это всегда, очень часто от людей. Когда мы разговариваем, когда они проходят подобное. Плоть очень способна, друзья, на то, чтобы подделывать плод духа. Плоть очень способна подделать любовь. Может? Может. Плоть очень может подделать радость. Надо порадоваться на собрании об Иисусе. Может плоть подделать? Может. Мир. Спокойствие. Может человек неверующий иметь мир? Конечно, может. Какой мир? Это другой вопрос. Или возьмите воздержание. Я знаю неверующих людей, которые очень воздержаны. Их self-control, их способность контролировать себя, удивительно. От них можно поучиться. Может плоть подделать? Может. Я в конце сегодня, если будет у нас время, я хочу, чтобы мы посмотрели, как распознать, что это подделка. Но нам нужно увидеть здесь, друзья, плоть – это еще одна уловка нашей плоти. Она умеет и любит притворяться. Почему? Потому что она начинает вести себя так, как будто готова исправиться, когда чует смерть. Как? Она будет оправдывать, защищать, скрывать, уменьшать, преувеличивать. Но будет и притворяться. Она будет пытаться подделать то, что делает дух, чтобы каким-то образом успокоить совесть человека. Потому что она хочет выжить. Плоть хочет выжить. Мы можем любить даже других ради себя. Или, по крайней мере, подделать любовь к другим ради себя. Мы можем подделать радость. Плоть может подделать радость ради себя. И это очень важно для нас, друзья, увидеть. Плоть. Вы знаете это. Плоть, в принципе, заставит и сделает, если нужно, заставит вас быть лицемером. Это она делает. Апостол Павел по этой причине, друзья, говорит, главный враг нашего духовного роста, главный враг нашего преображения, это наша плоть, наш внутренний человек, который должен умереть. Вот почему наша плоть, как седалище греха, это самый коварный враг. Мартин Лютер, помните, говорил, страшнее всех римских пап. Это тот папа, который находится у меня внутри. Что нужно сделать с нашей плотью? 24 стих. Плоть должна умереть. Ее не нужно прихорашивать. Наш ветхий человек не нуждается в изменении, друзья. Он должен умереть. Это единственное решение проблемы. И мы находим это чуть позже. Но я хочу ваше внимание обратить на вторую очень важную истину. Первая важная истина. Главный наш враг, не люди, не события, не нужно воевать с людьми. Это можно применить даже в домашнем контексте. Когда дети ваши непослушны, или когда ваш муж не делает то, что нужно. Не он враг, и не дети, и не жена, и не люди вокруг. Речь идет о внутреннем человеке. Что происходит там? Господь через каждую ситуацию работает над нашим сердцем, чтобы мы увидели и учились жить, поступать по духу. Вторая очень важная истина здесь. Главная сила духовного роста – дух Христов. Главная сила духовного роста – дух Христов. Посмотрите вместе со мной, друзья, 16 стиха, и обратите внимание до конца, как много апостол Павел говорит о духе. И он говорит о духе больше, чем о плоти. О плоти он говорит пять раз, упоминает ее. О духе – семь раз. К сожалению, в русском переводе, синодальном, дух пишется с маленькой буквы, и это не совсем хорошо, потому что в контексте этой главы и в контексте всей книги речь идет о духе святом, о третьей личности божества. Теперь, если вы посмотрите на этот текст именно в этой перспективе, вы увидите, что дух святой играет ключевую роль в нашем освящении, в нашем духовном росте. Опять, у нас много есть разных сил, у нас много есть разных, возможно, способностей, у нас есть много разных, так сказать, потуг, которые мы можем сделать, но главная сила духовного роста – это дух Христов. Читаем вместе с 16 стиха. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного – плоти». 18 стих. «Если же вы духом вводитесь, то вы не под законом». Затем мы видим три стиха, мрачных и мерзких, по одной причине – «там нет духа святого». Стихи 19 по 21 – «там нет духа святого». И это тоже очень важно отметить. Там, где есть эти вещи – ссоры, зависть, вражда, гнев, распирь, разногласия. Там нет духа святого, он там не царствует. Но затем он говорит, смотрите, 22 и 24 стихи. «Плод же духа». Затем перечисляет девять качеств духа святого, или плода духа святого в нашей жизни. 24. «Но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями». И он опять говорит, «Если мы живем духом, то по духу поступать должны». Или, точнее, «Если дух оживил нас, то мы им должны и жить, духом, силою Духа Святого». Мы видим здесь несколько простых наблюдений, но очень важных, друзья. Дух указывает, что нужно делать. Дух желает, страстно чего-то желает. Дух ведет, Дух приносит плод в нашей жизни. Дух оживляет, Дух оказывает. Речь не идет о том, что нам не нужно участвовать, но главной силой в нашем освящении является Дух Святой. Дух Святой превалирует в этом тексте, и это не случайно. Дух Святой поселяется в сердце каждого верующего в момент рождения свыше. Посмотрите, как важно, красиво, глубоко, апостол Павел отмечает это выше в этом послании. Галатам 3,2 написано, мы читали сегодня этот текст. Это только хочу знать от вас. Через дела ли, закона вы получили Духа или через наставление веры? Так ли вы несмысленны, что начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Проблема у Галат была следующая. Христос хорошо, но нам нужно еще что-то, чтобы спастись. Христос плюс. Христос плюс. Не спешите осуждать кого-то, друзья. Наша жизнь полна этой опасной формулой к галатским синдромам. Христос плюс. Христос плюс. Апостол Павел говорит, вы получили Духа через дела, потому что вы хорошо трудились, и вы сами смогли, и поэтому Дух пришел в вашу жизнь. Почему это важно? Потому что мы иногда чувствуем себя, как будто Дух Святой оставил нас. И здесь нам нужно коснуться этой проблемы, и чуть-чуть позже. Смотрите, Галатам 3,2 новый русский перевод. Ответьте мне на один вопрос. Вы получили Духа благодаря соблюдению закона, или же поверив в то, что вы услышали? Неужели вы так глупы? Вы начали Духом, то есть спасение было начато Духом в вас. А сейчас вы хотите достичь цели? Какой цели? Совершенство, спасение, освящение. Вы хотите достичь цели человеческими усилиями? Ну, говорит, наверное, человек скажет, апостол Павел, вот Дух Святой поселился во мне, а вот я не чувствую, вот я не могу, ошибаюсь. Он говорит, у меня есть ответ. Смотрите, следующий стих, Галатам 4,6. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваше Духа сына своего, вопиющего, что вопиющего? Ав, в очи, папочка, помоги мне. Это крик ребенка, который упал, выпачкался, не может, бессилен, не знает, не понимает, поцарапался, загрязнился, прибегает к отцу, Господи, или папочка, помоги мне. Ав, в очи, именно это означает. Ав, в очи, это произведение Духа Святого в нашей жизни, в нашей душе. Когда мы видим, что мы не можем, мы бежим к Нему. Неверующий человек или плотский человек, он просто-напросто махает рукой, говорит, нет, этот Дух Святой что-то не работает во мне. Но смотрите, что он говорит, если Дух Святой поселился, если вы получили его веру, то он дает вашей душе эту способность, когда вам больно, когда вы упали, когда плохо, бежать к Нему и кричать, ав, в очи. Мы не бежим к Нему как к суде, мы бежим к Нему как к Отцу, который любит, знает, понимает, поднимет, поддержит, даст новых сил. К тому всему, друзья, нам нужно понять, что все истины верующие, все до единого уже крещены Духом Святым однажды, в момент их духовного рождения, Дух поселяется в них, наполняет их, царствует в них и пробуждает святые желания. К тому всему, необходимо отметить, что Дух Святой в других местах Писания назван залогом, что означает, он указывает на гарантию завершения, начатого Богом на спасение. Дух Святой назван печатью, которая меняет принадлежность верующего человека и гарантирует пункт назначения каждой верующей, собственность самого Господа. Поэтому присутствие Духа Святого в сердце верующего не изменяется, он никогда не оставляет верующего и никогда не остановится в своем процессе освещения ума, чувств. Он может быть оскорблен, мы можем угошать Духа, к сожалению, в чем нам нужно срочно каяться, но Он никогда, никогда не оставит нас ни в жизни, ни в смерти. И вот почему мы говорим Бог бесконечно благ, друзья. Он дал нам свой залог, залог из будущего. Дух Святой это то, что Бог дал нам из будущего. В будущем этот же Дух Святой полностью нас изменит. Все изменит, все. И нашу душу, и наши мысли, и наши чувства изменит наши отношения, и нашу плоть, вернее, наше тело. Все изменит. Так вот, это Дух Свят, это божественное семя в жизни сердца верующего. Я помню, мы когда-то жили, когда жили в Лос-Анджелесе, мы в аренду снимали одно место, я видел, там на бэк-ярде, видел одну удивительную картину, как огромный калифорнийский дуб вырос прямо из-под бетонной плиты. Наверное, вы видели это в разных местах, когда маленькое зеленое растение, зеленое чудо пробивается сквозь асфальт или камень. Но подумайте только, подумайте. Много лет назад желудь упал в землю в том месте и незаметно через десятки, а может быть, хорошую сотню лет пробивался наружу. И затем питаемый росой и солнцем возрастал, увеличился, укреплялся и сдвигал эту многотонную плиту в сторону, потому что сила жизни, заложенная в этом желуде, была больше всей бетонной тяжести этой плиты. Представьте себе, Дух Святой намного сильнее в нас, друзья. Он может двигать бетонные плиты, которые давят нашу душу и повергают ее в какую-то тьму. Насколько больше сила Духа, которая живет в нас. Наш страх, сомнения, всякое зло, греховные наклонности, пороки, негодные привычки, мы с ними не можем, друзья, привыкнуть к ним. Они похожи на эту тяжеленную плиту, которая давит и погружает нас во тьму. Но Дух Божий сильнее. Дух Христов, который в нас, Он сильнее того, кто в мире. Он имеет силу сдвинуть всякую плиту нашего сомнения, неуверенности, гордыни, горечи, враждебности. Почему мы не пользуемся тем, что Бог дал нам? Дух Святой, друзья, сдвинул камень, закрывавший гробницу. Вот почему мы сегодня можем с надеждой смотреть при наличии многих недостатков в нашей жизни. Он сдвинул камень, закрывавший гробницу, где лежал наш Господь. Это Он воскресил нашего Господа. Это Он воскресил и нас к жизни. Как Он это делает? Вы скажете, хорошая иллюстрация, все хорошо звучит. Как же Дух Святой это делает, друзья? Как Он сдвигает эту плиту с нашего сердца? И здесь я хотел, чтобы вы внимательно услышали, потому что это крайне важно, это движение души, это движение в душе каждого верующего человека. Дух Святой говорит сердцу о Христе. Дух говорит сердцу о Христе. Дух указывает на Христа. Он ведет водимое Духом суть Сыны Божьей, суть Дети Авраама, те, которые водятся Духом Святой. Куда ведет нас Дух Святой, друзья? Он ведет нас в первую очередь ко Христу. Он показывает Христа, Он показывает Его славу, открывает Его славу, святость, могущество, благость, преимущество, снимает пелену сердечных наших очей. Дух Святой просто влюблен в Иисуса Христа, друзья. И Он все делает, Его главное действие в нашей душе привлечь наше внимание ко Христу, а не просто сделать нас святыми без Него. мы в Нем в Нем в первую очередь обретаем эту силу и Дух Святой это делает. Он постепенно очищает нашу душу от хлама, освобождает от лживых ценностей, выкорчевывает вросших идолов. Но самое главное, Он перенаправляет нашу любовь. Он перенаправляет нашу любовь, друзья. Это делает Дух Святой. Он берет нашу любовь, которую мы питаем к себе, вогнутую в нас самих, и Он ее выгибает. Это делает Дух Святой. Он воскрешает эту любовь ко Христу. Этот Дух сокрушает сердце, делает его мягким. Дух Святой делает сердце человека податливым, чутким, чистым, святым, смиренным, когда открывает славу Христа пред взором наших сердечных очей. Дух ведет ко Христу, и я хочу сказать, Он приклеивает нашу душу к Нему. В этом начало победы, в этом начало святой жизни. Мы слишком часто бросаемся в святую жизнь своими потугами, поэтому мы падаем, друзья. Но Дух Святой в нас, как тот желудь с неба, Он сдвинет всякую плиту, если мы кричим Авва Отче и взываем к Нему. Если у нас не получается и плоть одолевает, Дух побуждает нас кричать, Папа, помоги мне. Это не крик сильного, а слабого. Это крик ребенка, душа которого плачет, о чем-то томится. Закон, как видите, друзья, ведет нас к благодати. То, что мы видели раньше, слышали сегодня. Благодать ведет нас к закону. христианин теперь ведет святую жизнь не собственными усилиями, но силой обитающего в нем Святого Духа. Друзья, поймите, это очень важно. Апостол Павел здесь хочет, чтобы мы поняли. Для того, чтобы нам духовно возрастать, нам нужно уже две вещи знать, очень важно. Главным нашим врагом является наша плоть. И второе, главная сила, главная причина, почему мы вообще хотим возрастать духовно, это Дух Святой в нас. Христом, Он делает нас одним с Ним, и Он делает нас способными к святой жизни, стремиться к ней. Третье, главное доказательство духовного роста, плод Духа. Очень, казалось бы, банальное наблюдение, но я хотел бы, чтобы вы на него обратили внимание. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Знаете, что это такое, друзья? Это рай. Это рай в душе. Это рай, который мы потеряли. Это рай, который Бог дает нам Духом Своим Святым. Это рай. Он начинается в сердце. Это рай в церкви, если там такие отношения. Это рай в отношениях. Это рай в семье, когда там есть хоть лучик, хоть немножко того, что здесь говорится. А смотрите, почему это важно. Потому что мы часто думаем, что доказательством моего духовного роста что-то еще. Мои духовные способности. Хорошо, но это еще не доказательство плода Духа. есть много очень, намного более способных людей, чем все мы вместе взятые в этом мире. Наши способности и наши достижения и наш успех даже в служении еще не является доказательством плода Духа Святого, друзья. Услышьте меня, очень тонкая, очень важная деталь здесь. Даже тогда, когда люди изменяются в результате нашего служения, это еще не говорит о том, что у нас есть плод Духа. Мы очень много можем быть успешными внешне и очень быть богатыми внешне и духовно я имею в виду богатыми. Мы можем быть очень много вспомните Коринф, 13 главу, помните Коринфина? Он говорит, кто-то из вас скажет, у меня дарование, а у меня это есть, а у меня это есть, без любви это ничто, это барабанный звон, безалаберный барабанный звон. Я не говорю сейчас об этих братьях, которые здесь играют. Вы понимаете, да? Он говорит, даже добрые изменения. Откуда мы это берем? Откуда мы возьмем это, друзья? Здесь мы находим первое наблюдение. Павел использует метафору из растительного мира, что очень часто делают библейские авторы, чтобы показать уникальность духовной жизни, роста. Помните, написано, праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Он устремлен ввысь. Или мы слышим дерево, посаженное при водах и пускающее корни своего потока. Иеремии 17, 8. Или 1 Петра, 1 глава, возрожденное неотленного семени. Почему это важно? Он указывает на что-то очень важное, малое, небольшое, незаметное производит, имеет жизнь, производит рост изнутри. Вот если внутри не меняется, нет плода. Вы, наверное, испытывали это. Много-много-много делайте, а в душе пустота. Это как раз этот момент, о котором говорит апостол Павел. Когда мы читаем все эти, вот эти все девять проявлений плода, в единственном числе плода Духа, то мы видим, что наши духовные внутренние изменения являются первым и самым важным доказательством плода Духа. Небольшие, маленькие движения души. Я часто разговариваю с простыми людьми, братья, сестры. Разговариваешь с простым человеком, ты видишь, в нем движение Духа есть. Он любит Господа. Он не заискивает у людей. Он не пытается мнить о себе много. Он живет простой, уверенной жизнью, как дерево, посаженное в потоках вод. Оно себе там стоит, растет и питается от воды. Оно не шумит, не делает шума вокруг. Оно просто себе растет тихо и делает свое дело там, где оно есть. Вы встречали таких людей? Иногда смотришь на них и думаешь, это герои веры. О них не пишутся книги, они не попали даже в библейские списки. Но это люди, которые живут верой сейчас. Они спокойны в Боге. Вы соприкоснитесь с ними, они не лентяи и не пассивные, но вы соприкоснетесь с раем, который внутри. У них рай в сердце. перечисления проявления жизни духа в стихе говорят о внутренних качествах. Вы видите это, да? Они неизменно будут проявляться, но прежде всего они начинаются внутри. Преображение, духовный рост происходит внутри. Он часто незаметен. И это очень важно для нас, друзья. Преображается верующий прежде всего внутри. А внутренний рост отличается от внешнего. Скажем, вот рост дерева, рост ребенка, рост семени, который вы посадите по весне, даст о себе знать, потому что там есть начало жизни. У нас перед домом растет дерево, оно такое, это не фруктовое, бесплодное дерево. Вот там миллиарды листьев, маленьких листьев, они сейчас все желтеют, меняют цвет, и не проходит два часа после уборки, как опять засыпано все вокруг дерева. Вот смотрите, листья количественно собираются в большую гору, но они никуда не растут. Почему? Они мертвы. Дерево растет, а много-много листьев, движения, активности, это не обязательно рост. Христос тоже об этом говорил, не все, кто скажет мне, Господи, Господи, войдут в Царство Небесное, а те, кто исполняли. Те, кто жили, кто делали то маленькое, возможно, которое не все видят, не все отметят, и в бюллетень церковный не попадет. Но они делали Божье дело там, где они есть. Плод указывает также на процесс роста, на последовательный неизменный рост. Все живое будет обязательно расти. Так вот, одна интересная вещь, которую я хотел бы отметить. Плод Духа, как он представлен здесь, еще одно имеет интересную характеристику, это соразмерность всех добродетелей, их нераздельность. Вы, наверное, обратили внимание, это простая грамматика, плод в единственном числе, и затем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 проявлений. Один плод, то есть это не разные плоды, это один плод. Одно. И здесь очень важно, почему это важно отметить? В единственном числе плод Духа кроется много добродетелей. Все качества идут вместе, они зависимы одно от другого. Одно качество не может быть без другого. Если нет всех, тогда нет ни одного настоящего. И это мой ответ. Вернее, это ответ не мой, это ответ, который я нашел у Джонетана Эдвардса. Все качества идут вместе, они зависимы одно от другого. Одно качество не может быть без другого. Если нет всех качеств, которые проявляются, тогда нет ни одного настоящего, если есть притворное. Если не проявляется одинаково ко всем или проявляется на виду у всех, но не дома, тогда, возможно, это и есть подделка. Это крайне важно понимать, друзья, так как плоть, как я уже говорил раньше, способна подделать каждое качество. В своей книге «Религиозные чувства» Джонетан Эдвардс пишет о признаках истинных, благодатных, святых чувств верующего человека. В 10 главе, в 3 части, он назвал ее следующим образом. «Истинно благодатные святые чувства имеют прекрасную симметрию и пропорцию». Он начинает в этой главе с объяснения чудовищной диспропорции, которая очень часто наблюдается в ложной религии, как он говорит, и поддельной привлекательности лицемеров. Но Дух Божий дает благодатные качества в красивой симметрии и пропорции. Смотрите, что он пишет. Я хотел бы, чтобы мы несколько здесь цитат, и хочу их зачитать. Просто проследите, проследите, что он пишет здесь. «Симметрия добродетелей у всех верующих несовершенна, но у лицемерных поверхностных христиан она чудовищно непропорциональна. Например, они могут говорить о большой надежде, но не иметь благоговения и трепета. Некоторые делают высокие претензии и яркое шоу любви к Богу, но они не имеют духа любви и доброжелательности в отношении ближних. Они склонны к раздорам, зависти, мести, злоречию. Они, возможно, будут питать в своей груди злобу против ближнего семь лет подряд, если не дважды по семь. Посмотрите, что он дальше пишет. С другой стороны, есть другие, кто выглядит так, будто они имеют большую доброжелательность к людям и по-своему очень добры и великодушны, но не имеют истинной любви к Богу. Некоторые проявляют сильное чувство к своим ближним и утверждают, что они в восторге от общества детей Божьих в мире, но одновременно они неправильно поступают и грубы со своими женами и другими близкими родственниками. Посмотрите дальше. Так некоторые могут казаться очень ревностными против мирских вещей и гордости в нарядах, тогда как они сами могут быть печально известны своей алчностью, жадностью, злословием, завистью, недовольством и укорененной злобностью к тем, кто обидел. И последняя часть этой цитаты. Еще признаком духовной диспропорции, то есть внешне очень много, внутри ничего нет. Еще признаком духовной диспропорции является то, если люди кажутся задетыми плохими качествами своих собратьев христиан, например, холодностью и безжизненностью других, но их никоим образом не беспокоят их собственные недостатки и пороки. Истинного христианина может волновать холодность и неприятность других святых, и они могут сильно скорбеть об этом, но в то же время он не склонен так сильно волноваться по поводу скудости чего-либо сердца, как своего собственного. Это больше всего находится в его поле зрения. Это он быстрее всего распознает. В нем он видит больше всего осложнений и их он более всего готов оплакивать. Главная истина, которую мы сейчас сами рассматриваем, друзья, следующее. Главное доказательство духовного роста это плод духа. Плод духа. Не наши громкие деяния, а плод духа. Это когда в душе у вас рай. Как нам нужно всем молиться «Авваочи сегодня! Авваочи! Создай во мне тот рай! Будь царем! Царствуй во мне! Все проявления духа идут вместе, растут вместе, сопутствуют друг к другу. И на этом можно было бы закончить, но, друзья, это будет большим нарушением не только в плане текста, но большим богословским нарушением. Последняя очень важная и необходимая истина, и я на ней хочу закончить сейчас очень коротко. Главное условие для духовного роста это новая идентичность, укорененная в Евангелии. Прочитайте еще раз. Главное условие это новая идентичность, укорененная в Евангелии. Идентичность, которая корнями глубоко уходит, корнями глубоко уходит в Иисуса Христа. Прочитайте внимательно, друзья, со мной эти замечательные божественные слова. Они как елей на рану. Они как елей. Посмотрите, что здесь говорит апостол Павел. Но те, которые Христовы, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если они ожили духом, то и по духу будут поступать. Вот те, которые Христовы, друзья, здесь говорится о чуде христианской жизни и даже о нескольких из них. Те, которые Христовы, это означает, это те, которые приезжают Ему, те, которых судьба связана с Ним, те, которые в лодке со Христом. Они совершенно другие. Речь идет о новой идентичности, которую подарил для нас Христос. Посмотрите на эту богословскую последовательность. Новая идентичность, новое поведение. Ни в коем случае не наоборот. Новая идентичность во Христе, новое поведение. Плоть уже не является нашим боссом, властелином, поводырем. Не нужно идти за ней. Она больше не правит вами. У нее нет прав, потому что вы Христовы. Потому что вы Христовы. Кевин в своей книге дыра в нашей святости пишет. Думайте о христианстве не с позиции «теперь мы должны делать то, что хочет строгий Бог, а с позиции «теперь мы способны делать то, что велит мне мой добрый Отец». Добрый Бог. Поскольку вы Христовы, он говорит, поскольку Христос стал вашим Богом, вашим Спасителем, поскольку Он ваша ценность, поскольку Он ваш смысл и значимость, не прибегайте к другим методам, чтобы найти себе спасение, смысл, значимость и радость в чем-то другом. Тщеславие, раздражение и зависть – это гнилые повозки, которые мы никогда не сможем привести свою душу к удовлетворению. Подумайте, друзья, единственная причина, почему мы тщеславимся, потому что Христос не стал нашей славой. Почему мы превозносимся над другими? Потому что мы думаем, что мы славнее. Христос говорит, я славный. И не только Он говорит, Он славнее всех, Он еще нам свою славу даст. Поэтому Павел говорит, ничем не буду больше хвалиться, только Христом. Нечем, друзья, у верующего человека нечем хвалиться. Почему Он так говорит? Потому что Он увидел славу, славу Христа, которая делает все остальное просто хлам. Почему же мы тщеславимся, потому что Христос, или мы не увидели Его славу, либо не живем им. Причина, почему мы раздражаемся, Он говорит, не раздражайте друг друга. Причина, почему мы раздражаемся друг на друга, мы ожидаем, мы требуем расположения, любви, перемен от других, мы требуем послушания, уважения, комплиментов, но Христос это тоже решает. Он дает нам терпение к другим, успокаивает наши претензии. Он говорит, I'll take care of it, don't worry. Почему мы завидуем? Потому что Христос еще не стал нашей ценностью, мы хотим и думаем, что что-то сделает нас более ценными. И таким образом тщеславие, раздражение, зависть, все это, друзья, оно просто плавится перед славой Христа. В одной из книг Баб Тюн пишет, если мы не живем во свете Евангелия, вести о том, что и одобрение, и контроль, и репутация, и успех, и безопасность, и удовольствие, и значение, или знание, и признание, и уважение, гарантированы нам в Иисусе Христе, то рано или поздно обратимся к этим вещам как идолам в надежде получить то, что может дать только Иисус. Расти в Евангелии. Иисус, друзья, становится благой вестью. Как это работает? В любом случае, когда нам хочется тщеславить или превозноситься над другими, посмотрите на Христа, это делает Дух Святой. Он славнее. Когда нам хочется завидовать или когда зависть пробивается, смотрите на Христа. Он дал все. Зачем вам что-то еще иметь, если Он дал все? Наверное, мы тогда не понимаем, что же Он дал. Надо к этому вернуться. Или когда мы раздражаемся, подумайте, почему? Как Христос решает эту проблему? Он говорит, те, которые Христовы. Что сделали, друзья? Что они уже сделали? Они сораспялись Христу, их плоть мертвая. Христос покончил с нашим врагом. И Он говорит, думайте об этом. Вы мертвы для греха, для этого мира, для всего. Вы мертвы в Иисусе Христе, а теперь вы живые. Если мою и вашу жизнь, друзья, превратить в дневник, сколько на его ежедневных страницах можно было бы проследить жизни по духу и жизни по плоти? Сколько шагов мы делаем верою? Сколько опираясь на плоти? Или давайте подойдем по-другому к этому вопросу. А что, если, взирая на Христа и опираясь на силу Духа Святого, подчиняясь Божьему Слову, мы начнем сегодня новый дневник, дневник Христа в нашей жизни. Дневник Христа. Ведь деяние святых апостолов – это деяние Христа через апостолов. Мы с вами 29-я глава. 29-я глава Дневник Христа в нашей жизни состоит из часов, часы, изгновений и шагов нашего подчинения Христу. Те, которые Христовы, они распяты. Плоти их распяты со страстями и похотями. Это самая большая страсть Духа в сердце христианина. Это страсть по святости Христа. Это страсть и жажда Его праведности. Это страсть по небу. Это святое томление. которое испытывает всякий верующий Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.